МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Большая стирка для медицины. Частный оператор, который построил целый завод. Насколько долговечнее станут медпринадлежности, узнал Дмитрий Аринин. Где заправляться, чтобы машина не встала? При минус один замерзну соляркой. В Сатарстане подвели итоги проверки качества моторного топлива. С подробностями Анна Городнова. Казань сегодня в красном. С утра столица застыла на отметке в 10 баллов. Именно такую шкалу показывала популярная система оценок дорожных заторов. Проспект Победа, центр столицы, проспект Универсиада. Автомобилисты стояли часами. Альбина Минибаева оценила дорожную обстановку. Вот она, карта утренних казанских пробок. Столичные улицы стояли в семи, как минимум до девяти часов утра. И такая вот красная паутина расплелась чуть ли не на каждом столичном переулке. Аурская, роторная, ну час, минут сорок, да. Да вы что? Пришлось развернуться, обратно ехать. Ну, Оренбургский тракт где-то минут пятнадцать. Центр минут двадцать. На утренних пробках постояли сегодня? Нет, проехал по Ленинской дамбе без пробок. Да вы что? Да вы вездущик. Да, мне повезло. Вот такие вот полностью груженные кузовы КамАЗа. Выезжают в день, делают рельсы как минимум по семь раз. Водители, ну я не знаю, мне кажется, они уже устали туда-сюда мотаться в снегоплавильку. Добрый день. Ну как, устали, нет? Пока нет, обед только. Я вот здесь начал, без десяти шесть было уже. Начали грузить уже утром. В день, семь, восемь, ну как будут грузить, можете здесь рельсы сделаем. По прогнозам синоптиков, до 8 декабря на территории республики Тарстан сохранятся неблагоприятные погодные условия, связанные с выпадением осадков в виде дождя и мокрого снега. При этом на дорогах образуется гололедица и снежный накат. Во-первых, было скользко, кашело кругом было, вот как-то так. С горок до квартала два часа ехал. Такого никогда не было, мне кажется. Многие водители не припомнят подобные десятибальные пробки со времен подготовки к универсиаде. На завтра у МЧС прогнозы тоже неутешительны. Гололед и снова метель, ветер до 15 метров в секунду. Альбина Венебаева, Данил Филатов, Марат Зайдулин, ТНБ, Казань. Большая помощь здравоохранению. Сегодня в Казанском химграде Рустам Мениханов запустил производство, которое на принципах государственно-частного партнерства будет оказывать услуги химчистки и прачечной больницам. Еще одно производство, которое смотрел президент, это компания Ирвис. Она изготавливает измерительные приборы. Общий объем инвестиций в эти проекты более 1 миллиарда рублей. Дмитрий Аренин со свежими новостями. Режим Казань. Символическая стиральная машина запускается и реальный конвейер вступает в дело. Так в сутки могут освежить 30 тонн белья. Сейчас здесь работают по заказу медучреждений Татарстана. Мы реально увидели, насколько благодаря вот этому аутсорсингу мы облегчаем жизнь наших медицинских учреждений и в то же время мы добиваемся высокого качества. Так проблемы решили полсотни медучреждений. На будущий год планируется, что еще 20 медицинских организаций республики перейдут на аренду. Сдавать в аренду белье будет та же компания, что его и стирает. Цех в Химграде лишь одно из подразделений. До трех лет спокойно у нас могут вещи в очень хорошем состоянии находиться. Как говорят, работа с медицинскими предназначениями это только начало. Уже есть планы производства расширить, чтобы заняться спецодеждой и для других отраслей. Такая спецодежда, к примеру, может пригодиться и соседям по технополису. В Химграде сейчас работают около 300 резидентов. Производство компании, что выпускает газовые счетчики, сегодня посмотрел Рустам Мениханов. Сердце нашей предприятия с поверченным образом. Дмитрий Иринин, Андерсон Тальцев, ТНВ, Казань. Под видом бензина пятого класса заливали четвертый, даже третий. В Татарстане нашли заправки с некачественным топливом. В течение года на АЗС и нефтебазах отбирали почти 2000 проб. 58 из них не соответствуют требованиям ГОСТ. Кто диктует цены на бензин и кто отвечает за его качество, выясняла Анна Городнова. Здесь подешевле цены, если вот сейчас, а, уже поднялись. Цены на бензин растут непропорционально зарплате, говорят автолюбители. Бьет по карману каждое повышение. Дороговато, конечно. Что раньше гораздо больше уходило топливо, считай, как меньше сумма затрачивалась. При этом розничные цены на топливо в Татарстане по сравнению с другими регионами не превышают среднее по Поволжью. Необоснованного повышения не зафиксировали. Цены выросли из-за повышения акцизов и отпускных цен на нефтеперерабатывающих заводах. Если в прошлом году помимо повышения цен на бензин было даже понижение, то в этом году цена только росла. Повышение было четыре раза. Так 95-й вырос на 1 рубль 90 копеек, 92-й на 2 рубля. Сразу 600 литров на 23 тысячи рублей заправил Сергей Воронов. Занимается грузоперевозками, едет до Ростова-на-Дону. Старается заправляться на крупных АЗС. Но от некачественного топлива, говорит, никто не застрахован. При минус 1 замерзла солярка и все. В этом году на АЗС нефтебаза в Татарстане изъяли 58 проб некачественного топлива. Вот на этой казанской заправке инспектор обнаружили превышение серы в дизеле. В большинстве случаев недобросовестными оказываются частные компании. Но людей не пугает статус, привлекает цена. Не станет завод-производитель, крупный завод, с хорошим паспортом отпускать любой нефтепродукт, подмешивая туда нестандартную продукцию, не станет портить свой авторитет. На заправке Татарстана сейчас привозят около 500 тысяч тонн бензина из Башкортостана, Перми, Нижнего Новгорода и Самары. Ожидается, в следующем году в республике начнется свое производство на заводе Танека. Оно должно покрыть всю потребность республики в моторном топливе. Анна Городова, Морозай Дулин, ТНВ, Казань. Через татарскую кухню к татарской культуре. Сегодня в Казани открылся первый национальный ресторан фастфуда. Блюдо уже успел оценить президент. Причем в нагрузку к основному меню на ресторан вылагают надежды по привлечению туристов и продвижению всего национального на мировой рынок. По зубам ли рестораторам конкуренция с известными сетями, вопросом задалась Лисан Сабирова. Сегодня на поздний завтрак у президента яшильтубы с овощами, губодия и татарский травяной чай. Просто и по-домашнему. Рустам Иниханов расплачивается с помощью телефона и буквально за несколько минут получает свой заказ. Такой он, татарский фастфуд. Такой формат будет востребован не только в Татарстане, но и в других регионах России и за рубежом. Это хорошая возможность рассказать о татарской кухне в наших национальных традициях. Формат новый, не просто пришел покушал. Некий такой досуговый центр, что ли можно сказать, где люди могут проводить время, ознакомиться с культурой. Путь к сердцу туриста лежит через его желудок. Здесь дорогу прокладывают благодаря уникальным рецептам. Например, эти треугольники с курицей и тыквой приготовлены по рецепту первого президента Татарстана. А рецепт этого баварсака привезли из села Камышло в Самарской области. Добавили в татарские блюда и международный вкус предлагают кастебургер или татлабы с ананасом. Апгрейд – требование туристического рынка. Очень приятно, что появляются вот такие заведения хорошего доступного национального сегмента. По вкусу треугольники пришли с мексиканцем и чилийцем во время Кубка Конфедерации. А некоторые готовы были переехать в Казань ради Чак-Чака. Столичный гастрономический тур признан лучшим в России. Пятило, так что все очень достаточно на хорошем уровне. Мне нравится татарская кухня, мне нравятся вот эти вот маленькие пирожочки. Я их сегодня не искала, но почему-то не нашла сегодня. Франшизы татарского фастфуда работают за рубежом. Есть предложение сделать новый ресторан пилотным проектом. Халяльная продукция, да, это огромный рынок за рубежом. Ну и, конечно, вот направлено все-таки на продвижение Татарстана, нашей национальной культуры. Рост интереса к татарской кухне в последний год на личном аккаунте почувствовал Татар Малай. И даже на днях запустил новый проект. Готовить, выкладывать не лениться. Даже если красиво, некрасиво, главное вкусно. Спрос известный рождает предложение. Потребность в общепите с колоритом стала поводом открытия таких заведений и в других районах. Именно татарское кафе в Челнах сейчас лидирует в конкурсе на лучшие заведения общепита автограда. Лисан Сабирова, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Для туристической Казани новые открытия это всегда плюс. Но в минус среднему бизнесу могут сыграть неправильно оформленные документы. Казань сегодня лишилась чайханы по улице Адаратского. Еще летом суд решил, здание построено незаконно и предложил собственнику его снести самостоятельно. Но пришлось все же подключать приставов. Жалко даже снести. Такой ремонт там. Экскаваторщик Ильдар Халиулин когда-то был завсегдатом чайханы, а сегодня вот по долгу службы сносит здание. Как оказалось, заведение на Адаратского было возведено незаконно, но успело в статусе нелегала проработать целых 6 лет. Мебель всю перетаскать, потом ломать. С 2005 года здесь был ларек и магазин, а после кафе. К их владельцам вопросов не возникало. Занимали они ровно ту площадь, что в собственности у арендодателя. А вот 6 лет назад сюда пришли новые арендаторы. И самовольно уже к имеющейся территории захватили 150 метров муниципальной собственности. И без какого-либо разрешения на строительство возвели двухэтажное здание. Постройку признали незаконной еще летом 2017 года. Но приступили к ликвидации здания только сейчас. И как мы видим, под тяжестью рабочей техники здание просто рушится, как спичечный крабок. Прокуратура выявила незаконную постройку после очередной проверки и обратилась в суд. Хозяин чайханы право на существование заведения отстаивал до последнего. После первого решения суда сносит ресторан, подал апелляционную жалобу, но проиграл. По экспертизе этот объект признан опасным для жизни и здоровья граждан. В связи с чем и было принято данное решение суда. Хозяин кафе установленный срок кафе собственными силами не демонтировал. Поэтому сегодня здание кафе сносит силами города. Рядом со своим кафе хозяин не появился и сегодня. Все вещи на хранение отправились к его другу. Рабочая техника будет здесь и завтра, чтобы до конца сравнять здание с землей. Динара Камалова, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Завтра руководитель Татарстанского управления Следственного комитета по России Павел Николаев проведет прием граждан с населением. Он встретится в приемной президента России по улице Кремлевская с 10 до 12 часов дня. Дополнительную информацию можно получить по телефонам, которые сейчас на экране. Вы смотрите новости Татарстана. И вот о чем далее. Ответ на беспредел. Страшно немножко, конечно, как получил по голове. Полицейский из Петеричинского района буквально вытащил человека с того света. Могут ли родственники стать извергами? Рамиль Шайдулин. Нормы Конституции Татарстана 25 лет спустя. Там есть иные положения, иные договоры, которые превращаются в спящую, скажем, норму. К чему сегодня пришли политики и ученые Лина Зинатулина? О темпах экономического развития, мерах социальной поддержки молодежи и изучения родных языков для нефтяников сегодня провели урок на политическую тему. Сегодня председатель Госсовета Республики в штаб-квартире Татнефти провел парламентский час в рамках 25-летия Татарстанской Конституции. Поговорили также об изменениях законодательной базы, которая касается деятельности нефтяных компаний. Конституция живая, живой организм, она может быть подвергнута изменению, поскольку мы первые шаги первые 25 лет в своем развитии делаем. И я думаю, что мы осторожно, аккуратно будем работать с этой Конституцией, чтобы преемственность была сохранена. О спящих статьях Конституции Татарстана говорили сегодня депутаты, юристы, ученые. После того, как не был продлен договор с Москвой, зависли и несколько статей главного документа. Принципы Конституции в реалиях сегодняшнего дня обсудили в КФУ. Что сегодня беспокоит, узнала Лина Зинатулина. Символично, что о проблемах Конституции в современных реалиях заговорили сегодня об стенах КФУ. Ведь 25 лет назад над главным законом республики трудились не только политики и депутаты, но и десятки ученых. Юристы и историки университета. Был в этой команде и доктор юридических наук Борис Железнов. Приложил руку к документу, который даже на год опередил Конституцию России. Сегодня на конференцию он поднимает проблемы сегодняшней работы Конституции Республики. Наша первая статья Конституции Татарстана, это статусная статья, определяет республику с учетом договора между республикой и Россией. Сегодня, когда нет уже договора, возникает вопрос о внесении изменений в первую статью Конституции. Но согласно другой статье этой же Конституции, изменения могут внести только всенародным референдумом. А вот по Конституции России референдумы о статусе субъектов запрещены. Такие правовые коллизии федерального и регионального закона и обсудили сегодня политики и юристы. Что касается положения о договоре, в Конституции Республики Татарстан она тоже переходит в спящее состояние. И в таком виде будет, видимо, сохраняться, на мой взгляд, пока не проснется федеральное самосознание, федеральное понимание. Статус родного языка, наименование главы региона. Все это предстоит как-то синхронизировать в двух Конституциях. Конституция для людей это тот документ, которому проявляют сегодня интерес. Всеволю в непростых таких условиях, о чем это уже было сказано здесь. И поэтому, конечно, Конституция это не просто основной закон в нашей жизни. Конституция, наверное, это наше все. За редким исключением статьи Конституции сегодня продолжают работать и оставаться актуальными. Давать права и свободы всем жителям Татарстана. Именно с ней 25 лет назад республика ступила на путь сильнейшего региона страны. Лена Синатольевна, Амир Залюшев, ТНГ, Казань. Отмечен за вклад в развитие науки. Сегодня полномочный представитель президента России в ПФО Михаил Бабич орденом дружбы наградил ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова. Россия может остаться без Олимпиады в Южной Корее. Судьбу российских спортсменов в эти минуты в Лазанне решает Международный Олимпийский комитет. Речь о так называемой допинговой системе. За последний месяц уже дисквалифицированы 25 российских спортсменов. Под угрозой теперь вся сборная. Среди вариантов будущего нашей команды эксперты называют выступление в Пхенчхане под нейтральным флагом. Хочется, чтобы наша Россия шла под своим флагом, естественно, чтобы их допустили, чтобы шли чистые спортсмены, чтобы не кушали, не ели где-то посторонние, так могу сказать. Но, в общем-то, это даже не спортсмены виноваты. А наши немножко руководства, наши тренера, есть врачи, которые около них опекают, им помогают, их берегут. Каждый спортсмен хочет выйти все-таки выступать под своим флагом и под своим гимном. Поэтому, я говорю, необходимо было еще давно, раньше принимать какие-то действия, решительные действия. Просто даже участие в Олимпиаде, я считаю, это огромное достижение, огромный праздник, потому что ты уже автоматически вписываешься в историю России, как человек, который смог представлять свою любимую страну, Россию, на Олимпийских играх. Нас учили этому, что это для нас жизнь. Это наш великий экзамен, да, и одновременно праздник, то, что ты все-таки отобрался на Олимпиаду и можешь посоревноваться с такими же сильными людьми. Ой, это вообще безобразие, я крайне возмущена. Почему неужели вот такая огромная, большая страна не может у себя постоять? Конечно, если употребление допинга было, я считаю, что наказание должно быть понесено, но может быть, немного в другой форме. У спортсмены, которые всю жизнь как бы занимались, шли к этому спорту, и оставлять их без этого тоже нехорошо. Но, с другой стороны, Олимпиада это больше как бы престиж страны. Это очень плохо. Наша сборная должна выступать под российским флагом, с российским гимном. Если кто-то был замечен даже где-то, ну пусть только их отстранят. А чистые спортсмены-то при чем? Они ни при чем. Татарстанские волонтеры посодействовали успешному проведению WorldSkills в Абу-Даби. Так высказался сегодня Дэвид Хоу, исполнительный директор WorldSkills International. Он с рабочим визитом находится в Казани. В городской ратуше он вручил волонтерам благодарственные письма и высказался в целом о подготовке к предстоящему в 2019 году чемпионату рабочих профессий. WorldSkills впервые будет проходить в России. Мы волнуемся, поскольку наш чемпионат будет проходить впервые в России. Я знаю, что вы с трепетом относитесь к этому мероприятию. Спасибо за жизнь. Как часто один человек может изменить судьбу другого, а иногда и спасти от гибели. Невыдуманные истории, когда неравнодушные одним сохранили жизнь, другим. Все это в нашей новой рубрике разрешите поблагодарить. Олег Нечаев теперь знает, что он не одинок и что мир совсем не так жесток, как ему когда-то казалось. Мужчину избили до полусмерти. Кто пришел на помощь, тем самым подарил и надежду на вторую жизнь, расскажет Рамиль Шайдулин. Пестрецы, полиция, дежурные сотрудники. Чем могу вам помочь? Такой же звонок в отделе МВД Пестрецов прозвучал в ночь 3 июня. О том, что спас еле живого парня, коллегам сообщил участковый Рушан Силин. Полицейский ехал домой, когда наткнулся на мужчину, добивающего свою жертву. Привел себя более-менее молодого человека. Посадил машину, я еще раз повторяюсь, он весь в крови был, вся голова была разбита. Жертвой стал 26-летний пестричинец Олег Нечаев. А той ночи теперь напоминает шрам на переносице. В памяти всплывают первые секунды спасения. Благодаря майору сам подбежал, помог, не всех разогнал. Несмотря на то, что было тяжелое дежурство у него, ночью приехал уже на своей машине, отвез меня в больницу. Парня спасло и то, что он сразу же был доставлен в больницу. Потому что, по словам полицейских, он был не только в гематомах, а еще и потерял столько крови, что еще чуть-чуть и можно было вовсе не успеть. Уже в больнице избитого сына увидела Вера Нечаева. После такого женщина написала заявление на нападавших и письмо в адрес министра внутренних дел республики. Мама хочет, чтобы люди знали тех, кто не оставил их в беде один на один. Хочу выразить огромную благодарность тому участковому, кто спас моего ребенка. И всем участковым, который стоит на защите наших детей. Такие, как Рушан Силин, не разделяют работу и долг. На помощь участковый ринулся уже после службы. Увидев драку, не смог сдержаться. Его реакция стоила целой жизни. Рамиль Шайдулин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Пестричинский район. Если у вас есть истории и люди, благодаря которым ваш мир стал светлее, звоните к нам в редакцию, и мы расскажем о них республике. К другим темам. Отличника года выбрали в Казанском национальном исследовательском технологическом университете. Конкурс проходит 12-й год и с каждым разом количество участников растет. Этот праздничный вечер студенты к НИТУ ждут целый год. Здесь в зале собралась самая активная и амбициозная молодежь. Настоящее мероприятие казанского студенчества. То есть мы все были студентами, и вот это вот, ну, звание казанского студента, это очень важно. Это очень приятно. 35 лауреатов и 11 номинаций за звание студента-отличника борются те, для кого студенческая жизнь – это не только учеба, но и спорт, творчество и общественная деятельность. Преживания, они есть в любом случае. Каждый раз, когда я выхожу на сцену, я волнуюсь, сколько бы раз я там не была. Тем более, все мои противники, они действительно достойные. Заслуженные награды нашли своих отличников, а обладательницей гран-при стала активистка, студентка первого курса магистратуры Кристина Жукова. Алина Бережная, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Синоптики обещают сильный ветер и метель. Они не торопятся улетать в теплые края. Нижнекамцы переживают за лебедей на местном озере. Семь птиц до сих пор не покинули водоем. При этом орнитологи успокаивают жителей. Такие случаи, когда птицы покидают водоем поздно, нередки. Пока лебеди просто готовятся к дальнему перелету. Далее подробнее о погоде и о спорте. И до встречи в 21.30. Добрый вечер. Время новостей спорт на ТНВ в студии Алмазга Фиатов. Первая победа домашней серии. Игроки Акбарс на своей площадке одолели Минское Динамо. Казанцы решили не откладывать голы на потом и сразу же организовали штурм ворот соперника. Станислав Галеев из-за ворот сделал точный пас на Иржи Секача, который со второй попытки открыл счет. С начала игры прошло всего 65 секунд. Дальше по одной шайбе забросили игроки того же звена. Станислав Галеев и Антон Ландер создали для Акбарса комфортное преимущество. Но сухим Эмилю Гарипову уйти не удалось. В концовке поединка минчане один гол отыграли 3-1. Казанцы сохранили первую строчку восточной конференции. Завтра игра против лидера Запада команды СКА. Я скажу, что мы играли-то неплохо. Все игры играли достаточно хорошо, мы не могли забить. Вот эту часть мы поменяли немножко, исправили и получше сегодня. Тем временем еще один хоккеист Акбарса примет участие на матче звезд КХЛ. Завершилось голосование представителей СМИ по выбору игроков, которые представят команды дивизионов. По результатам последних были выбраны 12 спортсменов. Журналисты дали предпочтение вратарю Эмилю Гарипову. Это третий игрок казанского клуба, который поедет в Астану. Ранее болельщики также выбрали защитника Андрея Маркова и форварда Владимира Ткачева. Нижнекамский нефтехимик на матче звезд представит нападающий Дэн Секстон. Напомню, что в этом сезоне стартует главный праздник КХЛ 10 января в Казахстане. И в завершении к единоборствам в Казани завершился турнир на Кубок Объединенной Федерации Крате. 300 юношей и девушек из 8 регионов страны вели борьбу за главный титул. Кроме этого, каждый мог заработать очки в присвоении нового цвета пояса. В каждом поединке важна философия. Часто соперник физически слабее может одолеть габаритного оппонента. Специально для казанского турнира придумали бесконтактный бой для самых младших. Дети таким образом соревнуются без риска получить травму. Победители Кубка Объединенной Федерации дальше смогут представлять свои регионы уже на чемпионатах России. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте. Вы смотрите прогноз погоды. Зима буквально с первых дней ворвалась в республику обильными снегопадами. Подробнее после полезной информации. Шкаф-купе по вашим размерам быстро и качественно. 3D-проект шкафа. Доставка и установка бесплатно. Только в декабре назовите пароль «ДМ-мебель» и получите 25% дополнительной скидки на ваш шкаф-купе. Данил Мастер. Настало время низких цен. Город Казань. Улица Востания, 23. Телефон 2. 167. 166. О погоде. По данным сервиса «Яндекс.Погода» на юго-востоке в Бугульме Бавлы-Ознакаево будет облачно и пройдет снег. Температура воздуха минус 4. На северо-востоке Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге также облачно и снежно. Синоптики обещают 2 градуса ниже нуля. На севере Татарстана, Менделинске, Агрызе, Менделеевске местами также пройдет снег и минус 2. На северо-западе Варске, Кукмаре, Балтасе также пройдет снег и 1 градус мороза. На юго-западе республики, в Болгаре, Буинске, Држаном, Синоптики обещают пасмурную погоду с небольшим снегом. Столбики термометров покажут 1 градус ниже нуля. В центральных районах республики, в Чистополе, Альметьевске, Мамадыши будет облачно и без снега не обойдется. Минус 2. Пасмурный циклон продолжает управлять погодными процессами в республике. В последующие дни температуры станут немного ниже. И еще одна полезная информация. Спонсор прогноза погоды ООО Акбарс недвижимость. В ООО Акбарс недвижимость квартиры в популярных жилых комплексах Казани с выгодой до полумиллиона рублей. Подробная информация по телефону 295-77-77 или на сайте akbarsdefisdom.ru В Акбарс недвижимость дни большой выгоды. Трехкомнатная квартира 74 квадратных метра в ЖК Казань 21 век дешевле на 518 тысяч рублей. Спешите! Не можете определиться с подарком на Новый год? Нет ничего проще. Ультрасовременная и красивая кухонная посуда торговой марки Кукмара станет желанным подарком в любом доме. Вместе с Кукмарой вы подарите себе и своим близким незабываемый вкус и аромат праздничных блюд. Встречайте Новый год с Кукмарой. Кукмарский завод металлопосуды один из ведущих российских производителей. Литой толстостенной алюминиевой посудой под торговой маркой Кукмара. В ассортименте более 400 наименований товаров. Посуды с антипригарным и декоративным покрытием, товары для туризма и отдыха, форумы для хлеба. В Казани ожидается облачная погода. Временами пройдет небольшой снег. Температура воздуха минус один, минус три. Ветер юго-западный слабый, до одного метра в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров артутного столба. Влажность воздуха 94%. Ожидается магнитная буря. Берегите себя. В конце выпуска еще одна информация. Санаторий Бакирова – одна из ведущих здравниц Татарстана. Известный далеко за пределами как республики, так и России. Ежегодно здесь поправляют здоровье более 17 тысяч человек. Целепные грязи и чудо-действенный климат. Забота опытных врачей и гостеприимный персонал помогут вам поправить здоровье. Наконец-то я приехал в Бакирово. Райский уголок от Арстанской Швейцарии. Ага, слов нет. Питание суда. Шведский столб. Комфортные переходы. Бацеста и грязи делают чудеса. Бакирово – наш санаторий.